Так, добрый день дорогие друзья, все, я в эфире в Иерусалиме, слава Богу, в святом городе Иерусалим. Как говорится, везде хорошо да лучше. Хотя опять же, знаете, есть люди часто склонны приукрашать то, чего у них нет, да, то есть есть разные типы мышления. Есть люди, которые приукрашают то, что у них есть, а есть люди, которые приукрашают то, чего у них нет. Я думаю, что тот, который приукрашает то, что у него есть, ему лучше, потому что он более ценен тогда получается то, что у него есть. А есть люди, которые обесценивают то, что у них есть, и они наделяют ценностью то, чего у них нет. Вопрос Диндия. Диндия с любой рутинью был хорошо, всегда все хорошо. Если не знаешь, то всегда право иметь преимущество перед левой. Такой задали вопрос в Ютьюбе, какой руку лучше Диндия считает. Если не знаешь, то всегда имеет преимущество правая рука, но в принципе в большинстве случаев вообще не важно. То есть если человек левша, например, да, то он филин надевает на правую руку. Это очень, и у той стороны есть преимущество, и у той стороны есть преимущество. Смотря для чего. Читаем мы про Лошанара, продолжаем изучать. Значит, дошли мы до того, что Лошанара убивает троих, говорят мудрецы. Знасловие убивает троих. Того, кто говорит, того, кто верит говорящему и того, о ком говорится. Доказывает автор книги, что насколько это страшный, страшный грех. Доказывает это тем, что народ Израиля, он был конкретно Всевышним. Всевышний его прощал за все, кроме злословия. Когда они подошли к земле Израиля, вернулись разведчить и сказали злословие на землю Израиля. И погибли на месте. И весь народ сказал злословие на землю Израиля, что мы не зайдем, у нас нет сил. Начали они, значит, на 40 лет в пустыню сказал Всевышний, как вы сказали, так вам и будет. Я, кстати, интересно, вчера читал в другой книге. Вообще, не в этой книге про злословие. Я же был в Цвати. В Цвати учат кабалу. Там собираются люди, которые вот именно это город кабалистов таких, там все мистики. Я там тоже читал все время разные книги по кабале. И вот там было написано так, что есть специальный малах, специальный ангел есть, который отвечает за злоязычие. И этот ангел, он, его задача, то, что люди говорят плохого, это выполнять. И получается действительно тогда, тот, кто говорит про кого-то вот этого злоязычия, он как будто бы делает реальное зло. А если он про себя говорит, то есть каблана объясняет, что в духовном мире происходит, как там происходит. Ну и без этого понятно. Хорошо, дальше он пишет такую вещь, что злоязычие у человека вырабатывает гордыню, у того, кто ему говорит. Каким образом? Он возвышается таким способом над другими людьми, говорит, смотри, это делал вот так плохо, это делал вот так плохо, у этого такой недостаток, у этого нос криво, у этого ухо криво. Он о нем хочет сказать, а у меня нет, например. Да, у меня вот прямо все там. Этим он на себя вырабатывает гордыню. Это еще одна проблема такая возникает здесь. И еще бывают проблемы о ком. То есть в зависимости от того, над кем он злословит, тоже степень его вины может увеличиваться. Почему? А если это вдовы? А если это сироты? И просто может иногда вот такого человека, он очень такой, знаете, есть люди, вдовы, сироты, они могут быть очень, почему-то на английское слово вылазит, sensitive, да, sensitive, чувствительные такие. И вот эти sensitive люди, чувствительные люди, они, на них сказал он, что на разное языче, а он вообще все расстроился, обиделся, плачет. А может ему жизнь испортили, да, потому что он не только чувствительный, а он же еще, это очень слабые люди, да, то есть их надо защищать, им надо помогать. Там у них какая-то есть сложная ситуация. Вот у нас, например, редактор ВАИКРА, да, у него очень сложная ситуация. Он не слабый, но у него сложная ситуация, скажем так. Он очень сильный человек, и он всю-всю вот на ВАИКРА он редактирует. Но у него, так как он живет в Украине, а он болеет, у него есть там различные хронические заболевания, то он ему очень тяжело выходить из дома, он уже прям не выходит из дома практически. Люди позитивные, например, они верят, что все будет хорошо и полагаются на Всевышнего. Многие люди волнуются, прямо как будет, они волнуются очень сильно. Ему нужно купить вот этот вот, чтобы обогревать квартиру, аккумулятор какой-то, то есть нужно каким-то образом подготовиться, вдруг война продолжится и не будет электричества, да. Уже, слава Богу, спасибо всем, кто помог ему, Владу, значит, спасибо всем, уже практически собрали на генератор ему, да, ему и маме они вдвоем живут. Но чуть-чуть еще не хватает, поэтому если будет возможность, курочка по зернышку, все по чуть-чуть и мы добавим, то мы сегодня закроем уже ему сбор и будет у него аккумулятор дома стоять большой, значит, он для вейтера будет все делать и у него будет все на зиму тепло и светло. Теперь, если, например, вы помогаете кому-то, кто нуждается в помощи и реально нуждается, это большая, можно сказать, вам повезло, когда вы помогаете тому, кому действительно это будет большое добро, это как помощь, она становится там x10 или x100, x1000. Это как очень классная инвестиция, вы реально помогли, сделали доброе дело. Теперь Лошанара то же самое, если вы, например, сказали Лошанара на какого-нибудь там боксера или на Виталия Кличко, да, ему не убудет, не прибудет Виталия Кличко, на него уже столько сказали Лошанара, что он, наверное, уже и не обидится совсем, да. Если обидится, может ответить. Виталия Кличко, вот если конкретно ему в лицо сказать злоязычие, то он может и ответить. Поэтому злоязычие, сказанное в адрес человека, который уже такой толстокожий, это одно, а злоязычие, сказанное о человеке, который sensitive, который очень обижается, плачет, это другое. Одно и то же злоязычие может быть разным злом, а бывает такое злоязычие, которое называется, называется оно пыль злословия. Говорил царь Салмун, что нету праведника, который бы не грешил. Нету. Прямо он говорил в Экклезиасте, по-моему. Почему праведник? В чем он может согрешить? Написано в Талмуде, что большинство спотыкаются в грабеже, в краже. Меньшинство в разврате. А все в пыли лошонара. Пыли злоязычия. Сегодня тема злоязычия, да? Давайте разъясним, что сказали мудрецы. Значит, большинство людей спотыкаются в краже. Анна Фокс, например, или там Лазарь, или Дамир Партнер, или Яна Иванова скажут, я в краже, да никогда в жизни. Например, возьмем такую вещь. Яна взяла у Дамира Партнера жвачку. Типа в машине ехала, взяла жвачку, без спроса. Ну, что можно сказать, жвачку взяла. А это же может быть без спроса, это может быть кража. Да, он не обиделся бы. Да, если бы я попросил, он бы дал. Но сколько таких мелочей человек может сделать? Например, вышел из магазина, случайно взял булочку лишнюю. Вообще не специально, но случайно. То есть в мире, где между нами все время товарно-денежные отношения, то где-то не ошибиться и не взять у кого-то больше и не надать кому-то практически нет вариантов. Поэтому большинство людей, они виновны в нарушении не украдить. Меньшинство в разврате. Разврат это запрещенные связи. Кто-то где-то как-то с кем-то, когда-то кому-то может быть и споткнулся. Да, может быть. И все в пыли злословия. Что такое пыль злословия? Например, кого-то спрашивают. Да, это же тысяча лет назад написано книга. Где найти огонь? Раньше же не было зажигалок. Мы сейчас такие живем недовольные, что у нас все само зажигается. Раньше, например, у человека дома погасли свечи. И он сидит в темноте. И зима. И он думает, вообще погас огонь. То есть он даже зажечь огонь не может. У него спичек-то нету. Не было спичек раньше. Давно еще, когда не было спичек. Где огонь взять? Нужно огонь зажечь, чтобы домой перенести. А тот ей отвечает. Вот тут в книге написано. Он ему так сформулировал. Только в доме такого-то, где постоянно варятся мясо и рыба. Это что, злословие раньше? Да, это такое, как намек. Намекает, что тот живет широко и привольно. И тут многое зависит от намерения интонации. Но можно даже в такой фразе. Это как пыль злоязычия. Или, например, Ицхака, расскажи, пожалуйста, про такого-то, такого-то. А я такое говорю. Я не хочу о нем рассказывать. Что мне сказать лошонара? Опа, сказал лошонара уже. Все. Я же вроде бы сказал, что мне сказать лошонара, да? Так где же здесь лошонара? Это пыль лошонара. Это намек такой, да? А люди в намеках вообще просто безудержные, да? Ну, конечно. Сегодня ты молодец, хорошо выглядишь. Не то, что вчера. Все. Человек плачет. Что, я вчера плохо выглядел? Да, ты, конечно, улучшил свое поведение. Но никак. Конечно, до Таисии тебе еще далеко? Далеко. Украсть время можно, да? Лошонар напоминает, да? Дальше он говорит, еще есть одна штука, где можно споткнуться в лошонара. Когда человек высоко оценивает кого-то. Теперь, ну, автор книги говорит такую вещь. Ну, перед любящими можно. Откуда он не может отвернуться от того, что есть Мишна, в котором спросили раба Ньохана на Бензакая. Какой путь хороший, что человек по нему прилепится к Богу, присоединится к Богу. Вначале Мишна говорит, что пять учеников были у раба Ньохана на Бензакая. Назвал эти пять учеников. Потом написано, он, значит, перечислял их достоинства. И он про каждого перечислял их достоинства. Потом он задал им вопрос, по какому пути человек приблизится к Богу. Они все дали ответы. И он сказал, значит, все хорошо сказали, но рабе Лазар Беннарах, он круче всех. А другой его ученик сказал, что, говорит, нет, он так не говорил. Он говорил, что другой лучше, чем все. Рабе Лазар Беннарах и был Рабе Лазар Бен Урканас. В общем, эти двое по разной версии были лучше. Так он говорит, а как же с этой Мишной? Он говорит, ну, типа, перед любящими можно. Но Мишну-то не все любящие читали. Я вспомнил потом, я читал Раб Джонатан Сакс. Он говорит, смотрите, нельзя людей хвалить сильно, даже прилюдно. И приводит пример эту Мишну, где он хвалил своих учеников. Всех хвалил, а этих двоих хвалил больше всех. Он говорит, а давайте проследим дальнейшую судьбу вот этих двоих, которых он хвалил больше всех. Они были самыми выдающимися талантами. В политике я сейчас скажу, наверное... А, я скажу, как сказал Рам Зильвер про политика. Вот был вопрос, а как быть с политиками на дебатах? Я скажу, что политики, они не самые большие праведники изначально. Политики, которые идут в политику, чтобы захватить власть, чтобы уничтожить своих соперников и так далее, они не самые большие праведники, с которых надо брать пример. Конечно, политики, они друг про друга говорят гадости. Политики, они все время под судом. На политиков все время покушение. То есть, политики это особенные люди, которым лучше, как Тора нам говорит, политикам не то, что лучше туда не идти, к ним лучше не приближаться вообще. Это нам говорит Тора, что не приближайтесь к властям. Они людей используют и выглядят любящими только, когда им что-то надо от человека. А когда человеку сложно, они никогда ему не помогут. Поэтому политики, опять же, по определению Торы, значит, от них надо держаться подальше. А самому человеку Тора советуют не стремиться к величию. Потому что вместе вот с этим величием человек получает такой набор проблем, гадостей, лошадар на него и так далее. От журналистов, от других политиков, враги, покушения. Послушайте, кто из нормальных людей, кто сейчас на вороте, хотел бы оказаться на месте Дональда Трампа? Кто хотел, чтобы ты выходишь что-то сказать, в тебя стреляют? Это же ужасно. Мы просто как-то, ну так, ну стрельнули в Трампа. Он уже на следующий день опять выступает. Его убить хотели. И вот только вот недавно. Его чудом Бог спас. Он повернулся, ему пуля в ухо прошла. Можете себе представить вообще, что это за жизнь? Ну, на любого политика этого в Словаке или Словении покушения чуть не убили. То есть политикам им быть очень сложно. Потому что пока они долазят до верха, они там такого наделают. Хорошо. Дальше он говорит, что нельзя сильно хвалить. Это тоже является как пылью лошанара, пылью злоязычия. И нельзя делать то, что вот многие делают. Это выглядит как не злоязычие, да? Так, недавно у меня, значит, там в машине жены сел аккумулятор. Ну, в Израиле есть такая классная штука. Организация называется она «Едидим». Это «Блести и друзья». Так переводят это «Дорогой друг» переводится название организации. Ты звонишь с телефона номер там 1, 2, 3, 4. Прям такой простой номер. Они спрашивают где-то, что с тобой случилось. И передают те, кто в этой организации водители машин, они абсолютно бесплатно, без денег. Это люди в основном религиозные. Ну, ко мне всегда приезжали религиозные. Которые делают доброе дело. Это для них как бы вот доброе дело, кого-то на работе спасти, помочь. На дороге спасти, помочь. Значит, и я передаю, что у меня сел аккумулятор. Мне нужна марка машины. Все рассказал. Мне нужно, чтобы кто-то приехал с этой штукой, которая заряжает. Он говорит, сейчас ждите замка. Звонит один. Описал мою поломку. Да, да. А я спрашиваю, когда вы приедете? Часа через два. Я говорю, ну, через два часа неудобно. Ну, как бы, я думал, сразу приедут. Не, шучу, две минуты. Ага, значит, все. Думал, ладно. Потом еще какой-то вопрос. Он как-то так шутит, но он обманывает. И сразу же он говорит, ага, пошутил. Да? И потом он, когда третий раз так сказал, я ему говорю, слушай, я уже твои шутки понял. Ну, типа, систему понял. Я уже можешь, ну, давай уже нормально разговаривать. Я уже как бы разобрался, что он все время первый ответ он дает, чтобы посмеяться, а второй ответ он дает нормальный. То есть он все время. Приезжает он нас через две минуты. Такой очень приятный человек. Смеется, ухохатывается. То есть он это вообще не со зла делал. Ему смешно. Ему смешно, весело. И он приезжает с мальчиком, с сыном, видно, своим. И вот сейчас, слава богу, все. Я говорю ему, а кто будет, типа, он говорит, это все он. Он делает, сын, сыну лет восемь. Вот все это он делает. Я только, только, говорит, его водитель. Ага, значит, я его водитель. В общем, они мне завели этот сразу же машину и уехали там. Ну, очень все по-доброму. То есть там не было никакого, как бы, никакого зла не было. Но пишет автор этой книги, что если человек по легкомыслию или по, значит, не по злобе это говорит, то тоже в этом есть проблема. Как написано в притчах царя Соломона, как человек, который обманывает своего ближнего, говоря, ведь я пошутил. В общем, после этой книги лучше молчать. Так понятно становится. Практически про других людей лучше не говорить, как я уже рассказывал эту историю, что Вовочка, дядя Федор уехал в Шаолине, изучает безоценочное отношение к миру. И он письмо родителям пишет. Дорогие родители, я в Шаолине изучаю безоценочное отношение к миру и людям. Поэтому дела у меня теперь никак. И люди здесь тоже никакие. Ну, никакие это уже лошадь, это пыль уже злозыщая. Поэтому лучше безоценочно подходить к людям, да. Зачем кого-то оценивать, что у нас кто-то судьей приглашал для других людей. Или вот обязательно кто-то нуждается. Знаете, если посмотреть, послушать, как ум работает практически у любого человека. Он все время, да ты прав, да ты не прав. Хорошо сказал, плохо сказал. Вот, там у меня есть один клиент, он говорит, меня люди раздражают, меня люди просто, я все время в раздражении. Я говорю, чего? Он говорит, потому что они не делают так, как я хочу. Я говорю, ну а чего они должны делать так, как вы хотите? То есть, они же люди тоже, у них свои желания есть, да. Он говорит, нет, они меня раздражают, я считаю, что они должны делать по-другому. Я говорю, так скажите, а кто от этого вообще страдает-то больше всех? Он говорит, я страдаю. Я говорю, так а зачем вам страдать-то, а? То есть, ты придумываешь, что они должны делать по-другому, они не делают по-другому. Ты от этого раздражаешься и страдаешь. Если у тебя это страдание внутри, это вообще глупо. Это, знаете, как сидеть, попивать яд все время, да. Вот мне не нравится, но молчать. Если ты говоришь им, то люди-то, они, то, что они делают, им-то нравится. Они-то думают, что они все правильно делают, это же их как бы выбор. И ты им говоришь, что неправильно делаешь, как они это оценивают? Они это оценивают как личное нападение и оскорбление. Я вам открою секрет, что критика, она человеком воспринимается как личное нападение и оскорбление. И ломание его личных границ. И даже если человек на вашу критику согласится что-то сделать, у вас проблема. То есть он это делает внутри, знаете, что он вас ненавидит уже. Поэтому лучше первое, что отсюда становится, не оценивать. Как был такой Фридс Фёрлс, он говорил, я это я, ты это ты. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям от меня. А ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям от тебя. Если мы встретились, отлично. А если нет, ничего не поделаешь. То есть если у нас были одинаковые ожидания друг от друга, шикарно. А если нет, так ни я тебе не должен, ни ты мне не должен. Это был его подход. По Торе подход другой. Все друг другу должны в рамках того, что показала Тора. То есть на каждого наложенное Всевышним, которое Всевышний этот мир сотворил. Он знал, что мы люди. Он сказал нам делать добро. И объяснил, что такое добро, как делать добро. И объяснил, что злоязычие это зло. Все. Как ни крути, злоязычие, даже если это правда, то обижает другого. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Чтобы было благополучие в духовном, материальном. У всех, кто учит Тору. У всех, кто делает добрые дела. По-настоящему добрые дела, которые Всевышний назвал добрыми делами. Чтобы было все в жизни очень-очень хорошо. И спасибо всем, кто помогает платформе «Вая игра». Всем друзьям, партнерам, спонсорам. Я, кстати, даже видео сделал. Я вчера в свате молился, чтобы у всех было благополучие. Во всех я был там, во всех синагогах. Я даже ночевал в синагоге Рабьесов-Каро. Там я прямо, комнатка такая рядышком прямо, которая из окна была внутривидной синагоге. Я все время молился за всех партнеров, друзей и спонсоровой икра, и всех, кто ходит на уроки. Я прям так формулировал. Так что у всех, значит, есть понемногу. Знаете как? Молитва, она добавляет. Добавляет. То есть, если человек, например, сейчас что-то делает, молитва может на чашу весов что-то положить. Да? Дополнительное. Ваша молитва может положить. Сдака может положить. Доброе дело может положить. Просто хорошее пожелание в сторону кого-то. Молитва за кого-то может положить на вашу чашу весов общую. Что-то позитивное. Теперь, каждый человек должен рассматривать так, что каждое следующее действие, от него жизнь даже зависит. Поэтому нужно все время увеличивать свой депозит в добрых делах, молитвах, заповедях. Все время, чтобы было на счету нормальный денег там, да? Криптовалюты. И не делать ни в коем случае зло. Потому что то же самое, за любое зло есть отдача. Поэтому нет смысла. Хотите что-то про кого-то сказать? Скажите. Вы знаете, он на пути к святости. А где он на пути к святости? Не надо говорить. Или он не слишком большой царик пока. Но с Божьей помощью молюсь за него. Тоже это может быть пылью лошанаром. Сказать я о нем говорить не буду, чтобы не сказать лошанара. Это чистая лошанара. Это чистое злоязычие. Поэтому лучше про других не говорить. Да. Хотите что-то пообщаться? Расскажите о погоде там. О уроках Тора. Не знаю там. О ценах на кукурузу. Все. Завтра продолжаем. Мы еще не закончили. Там есть еще много нюансов. Все. Встречаемся с Божьей помощью завтра в 10 утра. Спасибо. Кто поможет Владу. Это очень доброе дело. Значит. Уже почти собрали на этот вот генератор. Значит. С Божьей помощью. А кто в Киеве живет, может ему потом приходить греться. Я думаю Влад будет очень рад. Значит. Посидеть возле генератора. Это я лично уверен абсолютно, что война закончится. Мы же столько времени молились за то, чтобы война закончилась. Значит. Я уверен, что скоро война закончится. Люди перестанут гибнуть. Опять включат электричество. Вместо того, чтобы тратить миллиарды, миллиарды долларов на войну. Эти деньги очень быстро потратят на восстановление. Правда. Что там половину. Как сказать, что половину наверное украли. Будет ваша нора. Нет. Я же не знаю. Зачем мне говорить, что украли. Просто я тогда сформулирую по другому. И тогда все эти миллиарды долларов пойдут на восстановление. И вместо войны и военных расходов то будут, то технологии. Все улучшится. И будет как быстро Япония восстановилась после войны. И стала одной из лучших стран мира. Как Германия быстро восстановилась после войны. И стала одной из лучших стран мира. Также и Украина, Россия восстановятся быстро после войны. станут одним из лучших стран мира с Божьей помощью, и будет все великолепно. Особенно у тех, кто учит Торо, будет вообще все прекрасно. Все счастливо, до завтра. И еще сегодня же, сегодня же я как раз вот из-за того, что плохо спал, сегодня у нашего директора Гриши Цибульского у него умерла бабушка, вчеравленный. И за бабушку это тоже, чтобы этот рок был для поднятия души, для поднятия души бабушки Гриши, сейчас я скажу, как ее звали, Аннабад Ифраем. Анна, дочка Ифраема, чтобы было у нее поднятие души, чтобы этот урок и завтрашний урок, заранее я говорю, чтобы был для поднятия души, Аннабад Ифраем, и сразу попала в Ганадан. Все, удачи и счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok